Мы возмущены решением в суде Ростова, согласно которому любой служащий банка может рассказывать своим друзьям и знакомым сведения о получении клиентами денег. Получается так, что никакой тайны-то и нету. Клиент не защищен. Возмущение супругов Валиевых понять можно. Сотрудница банка, которой семья доверила 3 миллиона рублей, выдала своим знакомым информацию о том, что они снимут все деньги со счета. И слитых данных хватило, чтобы злоумышленники выследили и ограбили Валиевых. Преступников задержали, но при них нашли только 350 тысяч из 3 миллионов. Их уже осудили, а вот сотрудница банка уголовки избежала. Потерпевшие в настоящее время переживают, также верят, что какой-то разум наступит у сотрудников правоохранительных органов и будет принято законно обоснованное решение в их пользу. Заседание суда закрыли для журналистов, сославшись на тайну следствия. Адвокаты потерпевших рассказывают, что прокурор вместе со следователем по делу в разглашенных данных банковской тайны не увидели. Суд счел, что раз не были названы номер счета и фамилия, то и преступного разглашения не было. Тем не менее, ограбление состоялось именно благодаря этой информации. Все дело вращается вокруг одной справки из Центробанка, который, проанализировав все обстоятельства дела, пришли к выводу, что данная информация, сообщенная работникам банка, не относится к категории банковской тайны. Основы понятия банковской тайны заложены в законе, но и сам банк может вносить изменения в устав по этому пункту. Мы обратились в Сбербанк за официальным комментарием, но даже спустя две недели ответа не получили. Известно, что сотрудница уже уволена из банка. Адвокаты потерпевших считают прекращение уголовного дела неправомерным. Валиевы планируют обжаловать решение суда и добиться наказания для сотрудницы банка.